Итак, мы продолжаем разговор о биостатистике в РКИ. Я считаю, что, продолжая этот разговор, до того, как показать вам слайды, я хотела бы поговорить о средствах статистики, которые должны быть определены до начала исследования, до сбора данных. Я участвовал в РКИ по скринингу после лечения рака и очень хорошие статистические данные использовались, механизмы. А почему это так важно? Обычно до исследования, до РКИ у нас есть возможность принять решение, будет ли у нас параллельный принцип или дизайн будет внутри группы. Параллельно это значит, что мы делим популяцию на две группы, и это значит, что ваши образцы независимы. И статистический анализ обычно работает с независимыми данными. Но если вы посмотрите на эти группы, то по какой-то причине им требуется вот именно такой дизайн. И вот эти цифры, которые часто пересекаются, вы поймете, что они взаимосвязаны. Вот верхняя группа и нижняя группа, и это называется перекрестный дизайн. Вы собираете несколько аспектов, неизвестных у пациентов, и распределяете их по группам. И вот эти, за счет того, что здесь такой дизайн, А и Б, и нижняя группа А и Б, не одинаковы. С точки зрения языка статистики, это значит, что вы создаете коррелирующие блоки данных, и измерения с точки зрения статистики становятся более сложными. И вам нужно принимать этого внимания до того, как вы проводите исследование. И количество и размер этих групп отличается. Это очень важный компонент исследования, размер, образца. Конечно, сегодня мы имеем высокие ожидания и используем статистические механизмы и для некоррелирующих данных, как для коррелирующих, так и не для коррелирующих данных. Как я показал вам вчера, всегда мы дарим, мы используем вот это уравнение. Параметрические, непараметрические механизмы, все будет одинаково. И нам, и что я хочу вам рассказать, обычные статистические методы используются для оценки результатов РКИ, некоррелирующие данные. Здесь вы видите различные тесты. которые используются для одних и тех же данных. Пропорциональный тест, тест ЧИСКВЭ и так далее. Бинарные. И так же анализ выживаемости, метод Каплан-Мейра. Не запоминайте эти имена, если вам сейчас трудно, потому что мы пройдемся по ним, по всем этим методам, один за другим, и вы все их увидите. Поскольку данные в нашем случае здесь скоррелированы, то интервальный метод становится достаточно сложным. Мы используем парный Т-тест или тест Вилл Коксона. Так же можно использовать линейные, смешанные модели. Это те модели, которые вы сейчас используете для коррелированных данных. Линеарная модель, смешная линеарная модель сейчас является самой эффективной. Не забывайте о том, что как только у вас есть скоррелированные данные для орнобизированных исследований, вы всегда имеете дело с гидрогенностью в скоррелированных данных. Об этом нужно помнить. Дальше у нас есть категорические и ординальные результаты. Для них мы используем модель логистической регрессии. Это условный подход. И другие подходы, которые вы видите. Здесь внизу вы видите третью модель, модель выживаемости, которую мы также используем для коррелированных данных. Мы очень хотим использовать эту модель, но не всегда это возможно. Я хочу продемонстрировать ее вам в ходе этой лекции. Она называется модель Frailty. Может быть, кто-то другой расскажет о ней позже. Она по-другому называется модель, учитывающая индивидуальную уязвимость или модель хрупкости. последующий контекст, который я хочу вам показать, будет разворачиваться в следующей последовательности. Я буду показывать вам очень простые статистические методы и способы вычисления. Мы будем смотреть на цифры. мы будем делать вам демонстрации с использованием ПО. Например, в моем университете мы используем программу SAS. Я знаю, что в некоторых других университетах вас призывают использовать другие программы, например, ANOVA. здесь разницы нет. Как только вы знаете минимальные понятия о коде, вы сразу можете использовать различные программы. Дальше я вам покажу, как записывать статистические методы в секции статистического анализа, то есть методы фиксации и обработки данных. Мне кажется, что вот эти три основные пункта для начала осветить будет достаточно. и я постараюсь дать вам какие-то конкретные примеры, которые вы могли бы вынести и использовать их для статистических исследований в рандомизированных контрольных испытаниях. А сейчас передаю слово своей коллеге. В следующей части этой презентации я хотела бы представить вышесказанный метод на примере клинических случаев, в первом примере мы будем использовать данные шкалы для нескоррелированных данных. Первый пример мы используем два плеча анализированное и контрольное. как уже сказал профессор Чен раньше для продолженных переменных мы можем использовать независимый IT-тест или парный IT-тест. Все эти модели следуют модели регрессии для категорических данных. в анализированных контрольных исследованиях различные факторы сбалансированы благодаря анализированному распределению. мы можем использовать регрессионные модели то есть мы используем наше вмешательство наше лекарство например как переменную и можем применять регрессионную модель потому что она сама по себе основывается на той идее что мы балансируем между двумя рандомизированными группами вот первый клинический пример использования физиотерапии и акупунктуры для уменьшения боли в пояснице как видите здесь исследование было проведено рандомизированным контролируемым методом здесь вы видите программу консорт которая в которой заносились результаты порнонизации этого исследования здесь вы видите очень конкретную схему дизайна этого исследования на основе этого примера вы можете видеть кто была наша популяция допущенная к исследованию в конечном итоге мы получили 129 испытуемых мы их рандомизировали на две группы с акупунктурой и с физиотерапией все пациенты таким образом были разделены на две группы они получали разные процедуры и мы собрали статистику по эффективности этих процедур в ходе испытания мы потеряли несколько испытуемых таким образом корреляция данных несколько пострадала в данном примере я показываю вам те шкалы которые мы используем для вычисления данных мы имеем дело с постоянными переменными и с симметрическим распределением мы использовали два простых Т-теста мы сравнивали группу А с акупунктурой и группу Б с физиотерапией здесь мы использовали всего лишь два дескриптора до лечения и после лечения и сравнивали статистику для получения эффекта от размера мы знали что количество человек в двух группах было примерно 70 человек дальше мы делили это на стандартное отклонение по статистическому значению и получали линеарную регрессионную модель которые вы можете видеть внизу это общая формула для этой линеарной регрессивной модели у нас есть наша независимая переменная бета означает бинарные данные и бинарную независимую переменную которая в нашем случае являлась либо акупунктура либо физиотерапия таким образом вы видите что здесь в статистических значениях мы рассчитали этот коэффициент который был такой же как эффект размера который мы получили из двух простых Т-тестов также мы получили СЕ от беты вы видите это значение 3 и 9 вы понимаете какой здесь концепт вы получаете стандартную ошибку и просто сравниваете статистический эффект от значения ошибки таким образом вы понимаете является ли статистический эффект выше чем значение ошибки здесь с лива вы видите синтакс этого теста он достаточно простой потому что он основывается на стандартных процедурах вы видите здесь строку для теста вводные данные здесь в срединной табличке вы видите полученные данные и можете видеть стандартное отклонение по размеру группы в данном случае по всей выборке это значение t составляло 4,38 это то значение о котором я говорила вчера этот тест достаточно простой здесь справа вы видите результаты по коэффициентам мы можем видеть что оценка по группе 1 такая же минус 17 как и тот результат который мы получили по т-тесту а стандартная ошибка минус процедура для которой мы можем использовать линеарную регрессионную модель и т-тест без корректировки независимой переменной давайте перейдем к другому случаю к тому случаю когда т-тест нельзя использовать потому что выборка слишком маленькая т-тест подходит когда выборка достаточно большая если выборка маленькая или изначальные данные не имеют нормального распределения тогда тире распределения может стать не слишком хорошим выбором нам нужно перейти к не параметрическим данным и получать среднее значение по маленьким выборкам здесь в таких случаях мы можем использовать рэнк сам тест Вилкенсона в данном конкретном случае у нас было более сотни пациентов но мы назначили каждому пациенту позиции от 1 до 129 и после этого мы оценили мы разделили пациенты на двух группах мы уже знали кто в какой группе мы поделили их по номерам просто в две группы для для этого метода вам не нужно никакого предположения о нормальном распределении вы можете использовать ординальные значения для того чтобы ранжировать две группы и увидеть что получается мы использовали опять же по сас здесь вы видите значение порядка 3000 для группы А и 5300 с лишним для группы Б это большая разница но не смотрите на эту большую разницу давайте посмотрим на то являются ли эти два значения статистически значимыми здесь мы в нашей статье написали примечание о том что абсолютное различие между у меня группами было проанализировано на основе рэнксун теста Вилкенсона давайте посмотрим здесь на более конкретные значения на эти две колонки в табличках для группы по окупанктуре у нас есть 56 значения для минимального уровня мы хотели узнать кто какая из этих групп имеет статистическое значение мы использовали тест Каскве вы помните этот тест тест бинарных данных мы используем его для того чтобы сравнить эти наблюдаемые значения мы наблюдали 56 и 46 для гопунктуры и физиотерапии соответственно и получили наше ожидаемое значение то есть мы сравнивали наблюдаемые и ожидаемые значения для того чтобы понять какой будет разница между наблюдаемым и ожидаемым это и есть тот называемый размер эффекта который мы ожидаем если этот тест окажется эффективным тогда это значение будет выше ожидаемого и в этом и заключается идея размера эффекта опять же это распределение вытекает из нормального распределения и по сути здесь деноминатор является стандартной ошибкой в CASCOE тест можно проанализировать те данные которые можно проанализировать линеарным органистированным методом в своей совокупности мы говорим о логистической агрессионной модели мы переносим нашу пропорцию нашу вероятность на другую формулу здесь мы делим вероятность на другие значения и получаем цифры которые варьируются от минус 20 до бесконечности затем мы можем сравнить их с линеарной регрессионной формулой вы видите что здесь обычно линеарная регрессия но разница зависит от зависимой переменной в логистической регрессионной модели мы берем логарифмический перенос и пытаемся понять является ли полученное значение статистически значимым потому что здесь значение B1 соответствует эффекту размера анализ также покажет вам стандартную ошибку с оценкой эффекта размера мы можем подсчитать статистику теста если независимая переменная дихотамина мы можем в данном конкретном примере взять эти значения рассчитать коэффициент регрессии минус один и тогда отношение шансов будет 0.3 в статье мы также округлили наше значение до базовых поэтому вы увидите некоторую разницу но тем не менее здесь вы видите те данные которые мы получили по киску это 5.4 и вы видите соответствующие результаты из того теста который я показала до этого тоже P4 здесь значение P соответствует примерно как и размер эффекта здесь у нас значение 0.34 для отношения шансов в данной статье мы описываем методы статистического анализа мы пишем что анализ был основан но на намерение вылечить мы также упоминаем те тесты которые мы используем пишем что поскольку мы имели дело с ненормальным распределением мы были вынуждены прибегнуть к рангсу тесту Вилкенсена который получил нам интервалы уверенности 95% мы также использовали логистическую регистрированную модель для того чтобы оценить отношения шансов значения значения которые мы получили были совместимы или сравнимы с другими линеарными регистрионными моделями которых я рассказала в начале своего выступления таким образом когда мы имеем дело с коррелированным анализом с анализом коррелированных данных мы можем использовать парные т-тесты линеарные смешанные модели для т-теста хорошим примером является ранг тест Вилкенсена в моем опыте когда речь идет о двух разных плечах и вы хотите сравнить данные по двум группам вы должны правильно оценивать их коррелированность мы бы в таком случае использовали два простых т-теста мы бы использовали парные т-тесты вместо простой линеарной модели мы бы использовали смешанную линеарную модель вот другой клинический пример исследователи хотели увидеть эффективность орального морфина для облегчения ощущения нехватки дыхания у пациентов с диспноя вы видите что дизайн исследования был перекрестным наше значение варьируется между нулем и 100 давайте посмотрим на эту схему дизайна у нас было N104 они были случайным образом распределены на две группы в первой группе оказалось 24 пациента которые получали морфин сначала морфин потом плацебо во второй группе они получили сначала плацебо потом морфин вы видите что плацебо получало в первом случае 20 человек во втором случае 24 морфин 24 во втором случае 21 данные можно назваться коррелированным потому что по каждой паре речь шла об одних и тех же людях здесь мы писали в описании статического анализа что мы подходили к анализу лечебного эффекта по двум периодам и использовали перекрестные исследования для того чтобы посмотреть на различия между итоговыми результатами по каждому периоду таким образом мы можем говорить что данные имели нормальное распределение мы использовали для анализа результатов тест макнимора вы помните что по независимым данным я говорила что можно использовать два тетеста и вот мы смотрим на результаты видео аналоговых процедур смотрим вот сюда утро морфин 40 плацебо 47 и мы используем парный тест и мы видим что улучшения нет и мы рассчитаем тистатистику для парного теста мы разделяли пациентов на две группы и смотрели среднее значение разности между двумя группами мы использовали эту разницу для расчета статистического и доверительный интервал у нас был 95 но конечно разница будет а что если у меня будет 40 извините 38 отрезков данных по морфину и по плацебо каким образом мне использовать эти два независимых теста если я загружу их в компьютер даст ли он мне ответ отчет который мне нужен вот здесь вы видите результат но если мы используем эти данные для индивидуального независимого тистеста результат будет не очень хороший потому что значение пи станет незначимым итак корреляция повторное измерение парный титест улучшает статистическую эффективность поскольку здесь мы рассматриваем корреляцию между данными по морфину и по плацебо и вот здесь мы видим эффект морфин данные по морфину данные те же самые в разных тестах если мы используем два простых титеста то у вас будет больше стандартизация и тит только 1.2 поэтому мы не сможем сказать эффективен для морфины в линейной модели мы также работаем с непрерывными данными но разница вот здесь мы используем I что это такое это пациент и здесь мы видим эффект по каждому пациенту и для каждого пациента у нас есть данные по морфину и по плацебо но если мы объединим все данные то мы увеличим случайную ошибку что мы делаем мы каждому субъекту и рассчитываем разность морфин эффект сохраняется статистика статистика T минус 1.7 вот наш результат а бинарные да бинарные объемы данных для каждого пациента в период лечения морфином или плацебо мы видим разные симптомы и мы можем сравнить эти результаты но у нас пациентов менее 27 29 поэтому здесь но здесь имеет значение то что у нас две разные пары тестов и эти результаты показывают нам большое значение пи и мы сравниваем с независимыми тестами и результат здесь будет незначительным а вот здесь вы видите результаты тестов тестов 2% значения пи и 4,5 если мы можем использовать разность между этими данными внутри одного субъекта это значит что для каждого уравнения нам не требуются определенные отрезки если мы посмотрим на небольшое различие то у нас регрессионная модель будет без этих отрезков и результаты будут следующие значения пи менее 5% значение ор 1 делить на 8 и это относительная логистическая регрессия и если у нас бинарные данные но размер выборки небольшой то вы видите как работают эти тесты эффективность не очень высокая и в этом исследовании пациент проходил 3 вида лечения и в статистическом анализе мы видим что размер выборки небольшой и мы использовали этот определенный тест в первой и второй группе и третьей группе пациентов размер выборки небольшой и мы видим что 13 вы сделали 13 пациентов вы сделали и если мы используем тест хи квадрат то мы увидим что значение пи будет вот таким поскольку выборка небольшая можно использовать и тест фишера и используя тест фишера мы получим значение пи так же как и при использовании теста хи квадрат если мы работаем с результатами маммографии маммограммы нам нужно проверить эффективность радиологического исследования что такое статистика капа тихо 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 в числитель ставим наблюдаемые количество наблюдаемых пациентов и тех от кого мы ожидаем получить согласие и делим на сто процентов минус ожидаемое согласие вот таким образом рассчитывается капа и наконец статистика выживаемости здесь обычно мы наблюдаем вот такую кривую выживаемость если мы используем процедуру SAS мы можем воспроизводить вот эту кривую выживаемости а также доверительный интервал если вы хотите сравнить группы то здесь вы видите капа можете использовать эту процедуру но теперь мы видим эффект в группе вы можете получить результаты о средней выживаемости за несколько лет а также можете начертить вот такую кривую выживаемости который позволит нам проверить гипотезу в нашем тесте но здесь важно не только протестировать гипотезу но также получить эффект в доверительном интервале 95% и здесь у нас оценка время события мы оцениваем эффект в доверительном интервале 95% и мы используем параметрический метод временная модель в том же доверительном интервале 95% модель ускоренного отказа рассчитываем соотношение угрозы hazard ratio и смотрим на наши данные это шкала интервала это качественные данные это анализ выживаемости если хотя бы одно из этих измерений имеет различие то вам нужно рассмотреть отразить это различие в ваших статистических методах то что я хотела вам сказать за статистики в РКИ спасибо спасибо Продолжение следует...